В микрорайоне Воронежские озера местные жители ждут новый современный детский сад. Наконец-то их мечта сбылась. Во дворе 230 дома по проспекту Кирова начались подготовительные работы для грандиозной стройки по нацпроекту «Демография». Вопрос, конечно, насущный, потому что, как мы видим, здесь в основном многоэтажная застройка, плотность населения большая, поэтому назрел вопрос, просто необходимо построить здесь детский сад. Это будет, как бы, каждый родитель желает, чтобы его ребенок ходил в детский сад в шаговой доступности. На месте будущего детсада стояли незаконные гаражи. Пару лет назад их демонтировали. И территории власти предложили найти более нужное и полезное применение. Мы предложили обсудить с населением такой вопрос, как строительство садика. Я надеюсь, что для нашего молодого поколения это будет более современный, более уютный, ну, как вот, скажем, такой детский дворец. Очень молодых семей, которые имеют уже более двоих-троих детей и которые хотят иметь. Но опять это, я думаю, что это связано опять же с национальным проектом «Демография». Очень много поддержки для молодой семьи. За полтора года до начала стройки администрация промышленного района и департамент градостроительства Самары обсуждали проект с ТОСом, председателями домов, которые выразили мнение жителей. Пожелания родителей, дети которых и будут ходить в новое дошкольное учреждение, учли. Мы собирались, приезжала администрация, показала нам этот проект. Благоустройство территории оговаривалось, то, что будет ограждение внутри садика, там, естественно, все для детей. Мне бы хотелось, чтобы наши жители нашего микрорайона ходили в этот красивый сад, как он нарисованный на картинке. Недалеко от стройплощадки есть детский сад. В 80-х годах постройки прошлого века. Новое современное дошкольное учреждение в 1400 квадратных метров отстроят по последнему стандарту качества. Все новшества, которые сейчас предусмотрены в законодательстве, строительных норм, все будет использовано. Все согласно проекту, как вот у нас на рисунке, на паспорте объекта существует, все то же самое будет воплощено в жизнь. Все будет красиво и нарядно. У каждой группы будет своя прогулочная зона с детской площадкой и фонарями. Строительство здания стартует в июле этого года. А уже сегодня территорию огораживают железным забором. После того, как будет готов котлован, возведут трехэтажное здание, проведут коммуникации, завезут оборудование и все необходимое для жизни и воспитания детей. Посещать ежедневно его смогут 240 малышей, в том числе и 80 ясельного возраста. Проект разрабатывал Куйбышевский промостроепроект. Это самарская организация проектная. Подобные проекты у нас реализованы в Кировском районе, на Ташкентской и на Алматинской, которые мы вводили в 2019 и 2020 году. Это типовой садик. Будет изменена система вентиляции, будет изменена система по электроснабжению сада для более качественного и лучшего обслуживания в дальнейшем. Сейчас уже готова схема размещения порядка 150 зеленых насаждений, включая деревья и кустарники. Их удаление с площадки необходимо, но работы начнутся только после согласования с профильным департаментом и получения порубочных билетов. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.